Всем привет! Добро пожаловать на канал Blink's House. И сегодня я покажу вам секретные подсказки из тизеров к Соло Лисы, которые вы могли не заметить. Мы разберем все последние тизеры. Подсказки Дженни к Соло Лисы, почему Джессу и Дженни вырезали из песни и много чего еще. Новости сегодня правда невероятно интересны. Советую досмотреть видео до конца. Что ж, давайте приступим! Начнем, пожалуй, со всех последних и самых интересных новостей про Соло Лисы. С прошлого выпуска вышло еще несколько тизеров. Во-первых, несколько фото тизеров и два видео визуал тизеров. Последний видео тизер был просто нереальным. Опять-таки напоминаю, что скорее всего эти тизеры почти никак не будут связаны именно с клипом. Они все равно больше показывают именно концепт. Но одним из самых обсуждаемых тизеров был последний тизер, который вышел вчера. Это был лирик тизер, то есть фото со строчкой из песни Лисы. Во-первых, блинки нашли фирму мотоцикла, который был изображен на фото. Это Ducati Panigal V4RP. Один из самых быстрых мотоциклов в мире. Очень круто было бы увидеть Лису в клипе на этом мотоцикле. Как я думаю, вы знаете, почти во всех клипах в Blackpink есть машины. И похоже, в Соло Лисе будет мотоцикл. И это нереально круто. Кстати, если вы помните, недавно было предположение о том, что в Соло Лисе также будет танк. Теперь фраза, которая написана на этом тизере. Это, как мы можем понять, строчка из песни. Уже более года назад Дженни вложила пост в Инстаграм с точно такой же подписью. Неужели Соло Лиса была готова уже более года назад? Как думаете, это просто совпадение или же она дала подсказку к Соло? Если это все-таки не совпадение, то я просто с Секи шокирован от YG. Два года хранить и не выпускать Соло Розе и более года держать у себя Соло Лисы. Очень странная стратегия, если честно. А теперь давайте перейдем к тому, что вы не заметили в тизерах к Соло Лисы. Для начала блинки заметили, что в каждом тизере Лиса изображала какую-либо букву. И если их всех сложились, получится ее имя. Очень интересная пасхалка. Далее блинки заметили, что в каждом тизере Лиса олицетворяла одну стихию. В первом тизере был огонь. Во втором – воздух. А в третьем – вода. Поэтому блинки предполагают, что в четвертом тизере будет что-то связанное с землей. А вы замечали какие-то подсказки? Если да, то обязательно напишите в комментариях свои теории и предположения. Было бы очень интересно почитать. Ну и теперь Ла Лиса стал третьим самым продаваемым альбомом солиста в истории на K-Town 4U, обогнав City Lights, альбом Бэкхёна из EXO. Кстати, о физическом альбоме. Если честно, я планирую его разыграть. Хотели бы вы? Но все же это не факт, что розыгрыш точно будет. Что ж, теперь еще одна невероятно интересная новость. Как я думаю, многие знают, что недавно вышел ремикс на песню Sour Candy при участии певицы Shy Girl. Когда блинки услышали этот ремикс, все были просто шокированы. Из песни вырезали абсолютно все строчки Дженни и Джису. Это правда возмутительно. И невероятно странно. Сама песня именно с Леди Гагой и Блокпинг. А Блокпинг это Джису, Дженни, Розе и Лиса. Это не просто Роза и Лиса. Вообще, если честно, мне ремикс не очень понравился. Оригинал в разы лучше. Так что стримите оригинал. А сейчас еще одна не менее интересная новость. Сегодня Дженни выложила пост на Viverse. Она написала. Блинки, как вы поживаете? Вы, должно быть, видели мой сториз. Ха-ха. Я долго не могла загрузить его, потому что стеснялась. Но у меня хватило смелости загрузить его в сториз. На видео я очень ошибаюсь и неуклюжая. Но, пожалуйста, наслаждайтесь. Я очень по вам скучаю. На фото, кстати, мое любимое селфи на закате. В этом посте она говорит про видео с танцем, которое она не выпустила. Однажды она выложила пост в инстаграме, где написала, что что-то готовит для нас. Похоже, это был именно этот танец. Но, как сказала сама Дженни, она не осмелилась выпустить его на своем ютуб канале. Самое видео вы сможете посмотреть на моем канале. Сегодня я его выкладывал. Ну, а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!